Беседа вторая А теперь стал источником славы и чести. А что крест действительно есть слава, послушай Христа, который говорит «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира» Иоанна 17,5, называя славою крест. Крест – глава нашего спасения. Крест – причина бесчисленных благ. Через него мы, бывшие прежде бесславными и отверженными, теперь приняты в число сынов. Через него мы уже не остаемся в заблуждении. Но познали истину. Через него мы, прежде поклонявшиеся деревам и камням, теперь познали Создателя всех. Через него мы, бывшие рабами греха, приведены в свободу праведности. Через него земля, наконец, сделалась небом. Он освободил нас от заблуждения. Он привел нас к истине. Он устроил примирение между Богом и людьми. Он, извлекши нас из глубины порока, возвел на самую вершину добродетели. Он истребил бесовское заблуждение. Он уничтожил обольщение. Через него уже не стало дыма, смрада и пролития крови бессловесных животных. Но везде духовное служение, песнопение и молитвы. Через него бесы обращены в бегство. Через него дьявол изгнан. Через него человеческое естество стало соревновать жизни ангельской. Через него девство отворилось на земле, потому что с того времени, как пришел родившийся от девы, естество человеческое узнало этот путь к добродетели. Он просветил нас, сидевших во тьме. Он примирил нас, враждовавших с Богом. Он сделал близкими нас, бывших далеко. Он сделал своими нас, бывших чужими. Он сделал гражданами неба нас, бывших странниками. Он сделался у нас прекращением войн. Он стал для нас опорой мира. Через него мы уже не боимся разженных стрел дьявола. Так как нашли источник жизни, через него мы перестали быть во вдовстве. Так как приобрели жениха, через него мы уже не боимся волка. Так как узнали доброго пастыря. Я есть добрый пастырь, говорит Господь. Через него мы уже не страшимся тирана, так как прибегли к царю. Видишь ли, сколько их благ, причина для нас крест. Поэтому справедливо мы совершаем праздник. Так и Павел ущевает праздновать, когда говорит. Да празднуем не с ветхой закваской злобы и лукавства, но с бесквасией чистоты и истины. Почему же ты, блаженный Павел, повелеваешь нам праздновать? Скажи причину. Ибо Пасха наша, говорит, Христос закван за нас. Видишь ли, как крест служит предметом празднования. Узнал ты, что он повелевает праздновать ради креста. На кресте принесена жертва. А где жертва, там отпущение грехов. Там примирение с Господом. Там праздник и радость. Пасха наша, говорит, закван за нас. Где, скажи он, закон? На высоком кресте. Новый и дивный жертвенник, потому что и жертва дивная и необычайная. Сам он и жертва, и священник. Жертва по плоти, а священник по духу. Сам он и принес, и был принесен. Послушай опять Павла, который говорит, евреям 5.1. Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грех. Вот доселе он приносит. А в другом месте апостол говорит, «Так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы поднять грехи многих». Вот здесь он принесен, а там принес самого себя. Видишь, как он сделался? И жертвой, и священником, и жертвенником был крест. Впрочем, нужно знать, почему эта жертва принесена не в храме, а вне города, за его стенами. Вне города он распят, как какой-нибудь преступник, чтобы исполнили сказания пророков. И к беззаконникам причтен. Для чего же за городом он распят? На высоком месте, а не под какой-нибудь кровлею. И это не беспричина для того, чтобы очистить естество воздуха. Поэтому на высоком месте, не под навесом кровли, но вместо кровли под сводом неба, чтобы очистилось все небо. В то время как этот агнец был заколаем на высоте. Очистилось небо, очистилась и земля. Кровь капала из бока его на землю и очистила все ее сквернение. По этой-то причине жертва принесена не под кровлею. Но почему же они в самом храме иудейском? И это опять не без причины. А для того, чтобы иудеи не сделали своей собственностью эту жертву. Для того, чтобы ты не думал, будто за один только этот народ принесена эта жертва. Потому она принесена вне города, за его стенами. Дабы ты знал, что это жертва вселенская. Дабы ты знал, что это приношение за всю землю. И что это общее очищение всего естества нашего. Иудеям Бог повелел оставить всю землю, приносить жертву на одном месте. Молиться на одном месте, потому что вся земля была тогда нечиста, дыма, смрада, крови идольской и прочих нечистот языческих. Поэтому он назначил им одно место. Но когда пришел Христос и пострадал вне города, то очистил всю землю. Сделал всякое место удобным для молитвы. Хочешь ли знать, как вся земля наконец сделалась храмом? И как всякое место стало удобным для молитвы? Послушай опять блаженного Павла, который говорит, на всяком месте воздевает руки мужей, без гнева и сомнения. Видишь ли, как он очистил вселенную? Видишь ли, как мы везде можем воздевать чистые руки. Вся земля сделалась наконец святою, даже святее святы неудейских. Почему? Потому что там приносилась бессловесная, а здесь принесена словесная овца. Посему, сколь выше словесная бессловесного, столь превосходнее здешнее освящение. Итак, поистине крест, праздник 449. Хочешь ли знать и другое величайшее действие креста, превосходящее всякий человеческий ум? Сегодня он отверстие заключенный рай. Сегодня он ввел в него разбойника, совершил два величайших дела. И рай отверстие разбойника ввел, возвратил ему древнее отечество, привел его в отечественный город. Ныне, сказал Господь, будешь со мной в раю. Что говоришь ты? Сам распят и пригвожден ко кресту гвоздями, а обещаешь рай. Как же ты доставишь это? И Павел ведь говорит, он распят был в немощи, но выслушай, что прибавляет он, но жив силою Божией еще в другом месте, ибо сила моя совершается в немощи. Посему говорит, я обещаю тебе на кресте, чтобы и из этого ты познал мою силу. Так как событие было печальное, то, дабы ты, обращая внимание на свойства креста, не предавался унынию, но, взирая на могущество распятого, был весел и бодр. Для этого он и здесь показывает тебе силу свою. Не мертвого воскрешая, не морю повелевая, не лесом запрещая, но был распят, пригвожден, подвергаясь оскорблению, оплеванию, злословию, осмеянию и поношению всех. Он имел силу привлечь к себе порочную жизнь разбойника, душу его. Посмотри, как могущество его блестает с двух сторон. Он поколебал основание земли, расторг камней, и душу разбойника, которая была бесчувственной камней, сделал мягче войска, воска. Сегодня будешь со мной в раю. Что говоришь ты? Херувим и пламен нечистки легут рай. А ты обещаешь ход туда разбойнику? Да, говорит. Потому что я владыка и херувимов, и имею власть над пламенем и гиеной, над жизнью и смертью. Поэтому он и говорит, ныне же будешь со мной в раю. Когда эти силы видят владыку, тотчас отступает и устраняется. Никакой царь никогда не решился посадить с собой разбойника, или другого кого-нибудь из подобных рабов, и таким образом вступить в город. А человеколюбивый владыка сделал это, входя в священное отечество. Он водит с собой разбойника. Не без чести рай ногами разбойника, да не будет. Но тем еще более оказывает честь раю. Потому что честь для рая и иметь такого владыку столь могущественного и человеколюбивого, что и разбойник он может сделать достойным райских наслаждений. И когда он призывал в царство мытарей и блудниц, делал это не посрамляя царство, но еще более воздавая ему честь и показывая, что таков Господь небесного царства, что и блудниц, и мытарей он делал столь безукоризненными, что они оказывались достойными тамошней чести и награды. Как врачу мы удивляемся тогда, когда видим, что он, избавив от немощи людей, одержимых неизлечимыми болезнями, возвратил им полное здоровье. Так и Христу удивляйся, возлюбленный, изумляйся, что он, взяв людей, одержимых неизлечимыми душевными болезнями, мог избавить их от порока и явить достойными небесного царства тех, которые дошли до крайнего нечестия. Ныне же будешь со мною в раю. Велика честь, беспредельное человеколюбие, неизреченное изобилие благости, войти вместе с владыкою – это большая честь, нежели войти в рай. На что это, скажи мне? Что такое сделал разбойник, чтобы вдруг с креста оказаться достойным рая? Хочешь ли я кратко скажу об этом и покажу доблесть разбойника? Когда Петр, верховный из учеников, отрекся внизу, когда он, находясь вверху на кресте, исповедовал Христа, «Говорят они в осуждении Петра, да не будет. Но желаю показать величие души разбойника и превосходное его любомудрие. Тот не устоял перед угрозой простой служанки, а этот, видя, как весь народ неистов стол, стоял кругом, кричал и произносил тысячи злословий распятому, не посмотрел на уничижение распятого, но, прозирая через все это очами веры, оставив все унижения и препятствия внизу, признал небесного владыку, сказал краткие те, но показывающие его достойные рая слова, «Помяни мне, Господи, во царстве Своем». Не оставим без внимания этих слов, не постудимся взять себе учителем разбойника, которого владыка наш не постудился ввести в рай прежде всех. Не постудимся взять себе учителем человека, который первый из всего рода человеческого оказался достойным жизни в раю. Исследуем же каждое из слов его, чтобы и отсюда познать нам силу креста. Ему не говорил Господь, как Петру и Андрею, «Идите, я сделаю вас ловцами человеков». Не говорил ему, как двенадцать ученикам, «Сяйте на двенадцати престолов, судить двенадцать колен Израилевых», даже не достоил его ни слова. Он не видел чудес, ни мертвого стоящего, ни бесов изгоняемых, ни моря повинующегося велению Господа, не беседовал с ним о царстве. Откуда узнал он и название царства? Посмотрим же на великое его благоразумие. Другой разбойник, говорится в Евангелии, хулил его, потому что и другой разбойник был распят вместе с ним, чтобы исполнилось сказанное пророком. И беззаконным причстен. Безумные иудеи хотели помрачить славу его, и со всех сторон искажали происшедшее. Но истина от всего возрастала, и от самых препятствий делалось яснейшее. Итак, другой разбойник хулил его. Один же из евангелистов говорит, что оба они поносили Иисуса. И это справедливо, но это еще более возвышает доблесть того разбойника. Вероятно, вначале и он злословил, но потом вдруг столь великую показал перемену. Итак, другой разбойник, говорится, хулил его. Видишь ли разбойника и разбойника? Оба они на кресте, оба за пороки, оба за разбойническую жизнь. Но ни одна и та же участь постигла обоих. Один наследовал царство, а другой вверженную гиенну. Так и вчера был ученик и ученики, но один готовился к предательству, а другие предлагали услуги. Тот говорил фарисеям, что мне хотите дать, я придам вам его. А эти, преступив к Иисусу, говорили, где желаешь, что мы приготовили Пасху? Так и здесь разбойник и разбойник. Но один злословил, а другой заграждает ему уста. Один хулит, а другой укоряет его. Это тогда, когда он видит, что Христос распят и осужден. И народ снизу злословит и громко кричит. Однако ничто из всего этого не отвратило его и не отклонило от надлежащего прославления. Но и на другого разбойника он сильно нападает и говорит ему, или ты не боишься Бога? 451. Видишь ли дерзновение разбойника? Видишь ли, как и на кресте он не забывает своего собственного ремесла, но самым исповеданием похищает царство? Или ты не боишься Бога? Говорит он. Видишь ли дерзновение его на кресте? Видишь ли любомудрие? Видишь ли благоговение? Он был при своем сознании, сохранил здравомыслие, хотя был прибит гвоздями и терпел невыносимые страдания от гвоздей. Не достоин ли он удивления за такое благородное мужество? Я сказал бы, что он не только достойный удивления, но и по справедливости должен быть ублажаем, так как он не только не обращал внимания на свои страдания, но оставив себя, заботился и о другом. Старался избавить его от заблуждения и сделаться учителем на кресте. Не ты ли, говорит ли, не боишься Бога? Он как бы так говорит ему, не смотри на то судилище, которое здесь, внизу. Не суди по виду, не взирай только на происходящее. Есть другой судия, невидимый и неподкупный. Неподкупное судилище, немогущее ошибаться. Итак, не смотри на то, что он осужден внизу. Вверху не то. Здесь, в нижнем судилище, часто и невинные осуждаются, а виновные освобождаются. Праведные приговариваются к наказаниям, а неправедные избегают их. Потому что многие из людей части добровольно, части невольно, извращают дела судимых. Или не зная правды и обманываясь, или же зная, но будучи подкуплены деньгами, изменяют истины и осуждают невинных. Но там, вверху, нет ничего подобного. Потому что Бог есть судья праведный, и суд его язык, как свет. Не имеет тьмы, не имеет прикровенности, не допускает никакого искажения. Дабы этот разбойник не сказал, он осужден здесь внизу, к чему же ты защищаешь его? Возвел его горнему судилищу, страшному престолу, к неподкупному суду, к непогрешимому суде, напомнил ему о страшном суде. Туда смотри, говорит, и ты не произнесешь осуждающего приговора, не станешь вместе с людьми, находящимися внизу, но подивишься и примешь в высшний суд. Или ты, говорит, не боишься Бога, видишь ли любомудрие разбойника, видишь ли благоразумие, видишь ли учение. Вдруг со креста он воспарил на небо. Посмотри, как он уже исполняет апостольский закон. Не себя только имеет в виду, но делает все и употребляет все меры, чтобы и другого избавить от заблуждений, привести к истине. Сказав, или ты не боишься Бога, он крест укупил, ибо мы достойно осуждены. Посмотри на совершенное исповедание. Что это значит? И мы осуждены на то же. На то же самое, говорит, наказание, так как и мы находимся на кресте. Посему, понося его, ты прежде него подвергаешь злословию себя самого. Как находящийся во грехах осуждает другого, осуждает себя самого прежде него, так и находящийся в несчастье и поносящий несчастье другого, прежде него поносит себя самого. Ты осужден на то же, говорит он. Считает ему апостольский закон, изрекающий евангельские слова «Не судите, да не судимы будете». Осужден на то же. Что делаешь ты, разбойник? Не делаешь ли ты Христа сообщником вашим, когда говоришь «Осужден на то же». Нет, говорит, я прибавляю для исправления слов своих следующие «И мы получили достойное по делам нашим». Дабы ты услышал его слова, осуждены на то же. Не подумал, будто он представляет Христа сообщником греха. Для этого он прибавляет и поправку, и говорит, «Мы по правде, достойное, по делам нашим, приняли». Видишь ли, совершенную исповедь на кресте. Видишь ли, как он умыл свои грехи этими словами. Видишь ли, как он исполнил пророческое наставление, скажи мне беззаконие твои прежде, чтобы оправдаться. Никто не принуждал его, никто не обвинял, никто не нападал. Сам он становится обвинителем себя самого, посему никого уже другого после не имеет обвинителем. Он предвосхитил дело обвинителя и сам выставил свое имя на позорном столбе, сказав, «Мы получили достойное по делам нашим, а он же не сделал никакого зла». Видишь, глубочайшее благоговение. Когда таким образом он обвинил сам себя, когда обнаружил свои дела, когда произнес защиту за владыку, сказал, «Мы по правде осуждены, а он не сделал никакого зла», тогда осмелился предложить и просьбу, «Помяни меня, Господи», говорит, «Когда приидешь царствие Твое». Он не дердал прежде сказать, «Помяни меня, пока исповеданием не очистил себя от нечистоты грехов, пока осуждением своим не сделал себя невинным, пока обвинением себя не сложил при грешении своих». Видишь ли, как много имеет силы исповедания и на самом кресте. Слыша это, возлюбленный, никогда не отчаивайся. Но, представляя неизреченное величие человеколюбия Божие, поспеши исправлением от грехов. Если он разбойника, бывшего на кресте, удостоил столь великой чести, то тем более удостоит нас своего человеколюбия. Если мы захотим исповедаться в наших прегрешениях, и так, дабы и нам воспользоваться его человеколюбием, не устыдимся исповедать грехи свои, потому что велика сила исповеди и много может сделать она. Вот и разбойник исповедался и нашел отверстие рай, исповедался и получил дерзновение, будучи разбойником, просит царства. До того времени он не просил небесного царства. Как, скажи мне, разбойник, ты вспомнил о царстве? Что такое ты увидел теперь? Гвозди и крест при глазами твоими, обвинения, насмешки и злословия. Да, говорит он, но самый крест кажется мне знаком царства, потому я и называю его царем, что вижу его распятым. Царю свойственно умирать за подданность. Он сам сказал, пастырь добрый полагает душу свою за овец, так и добрый царь полагает душу своей за подданность. Посему, так как он положил душу свою, то я и называю его царем. Помяни меня, Господи, когда приешь во царстве твоем. 453 Хочешь ли знать, как крест служит знаком царства и как этот предмет достоин почтения? Господь не допустил ему оставаться на земле, но извлек его и вознес на небо. Откуда это известно? С ним он имеет прийти при втором пришествии своем. Посмотрим же, как он имеет прийти с ним. Послушай, как говорит об этом сам Христос, и когда скажут вам, вот в пустыне он, не выходите. Вот в потаенных комнатах не верьте. Говорит так о втором своем пришествии по поводу лжехристов, лжепророков, антихриста, чтобы кто-нибудь обманувшись не подпал власти его. Так как прежде Христа придет антихрист, то дабы ищущие пастыри не попали на волка, я объявляю, говорит, вам признаки пришествия пастыри. Если первое пришествие было прикровенное, то не подумайте, говорит, что и второе будет такое же. То по справедливости было прикровенно, потому что он приходил найти погибшее, а это будет не так, а как? Скажи и научи. Как молния, говорит, выходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие сына человеческого. Он яйца всем, друг, никому не нужно будет спрашивать, как при явлении молнии мы не имеем нужды исследовать, была ли молния, так и при явлении его нам не нужно будет исследовать, пришел ли Христос. Впрочем, мы еще и теперь не сказали о предложенном вопросе, со крестом ли придет он. Послушай же, как он и это ясно объявляет. Тогда, говорит, то есть, когда я приду, солнце померкнет, и луна не даст света своего. Такой будет тогда избыток света, что и светлейшие звезды скроются, и звезды, говорит, падут. И тогда яйца знамения сына человеческого на небе. Видишь ли, сколь велико превосходство этого знамения, какова светлость, каков блеск. Солнце помрачается, луна не показывается, звезды падают, а оно одно является, добытое знал, что оно светлее луны и блистательнее солнца. Как при входе царя предшествующему войска несут на плечах знамена и предвозвещают прибытие царя. Так и при нешествии владыки тварь из небес будет предшествовать воинство ангелов, всех ангелов, неся это знамение и предвозвещая нам пришествие царя. Тогда, говорит он, силы небесные поколеблются. Разуме ангелов, ворох ангелов, и все невидимые силы, потому что почему же, скажи мне, и те силы приходят в страх по основательной причине. Страшное будет тогда судилище, все естество человеческое будет судимо, будут отдавать отчет и предстоять пред страшным престолом. Почему же, однако, и ангелы тогда будут трепетать, и бесплатные силы придут в ужас, между тем, как не они будут судимы, как тогда, когда судья призывает на суд виновных и садится на высоком месте, не одни только виновные, но и одинаковые с ними по званию предстоящие, хотя не сознают за собой ничего, однако боятся и трепещут от страха пред судьею, так и тогда, когда естество наше будет судимо, и станут от него требовать отчет в прегрешениях, и ангелы, не сознающие за собой ничего, и прочие силы будут страшиться и трепетать перед грозным судьею. Таким образом, это мы узнали, но для чего и почему он придется крестом, узнай и эту причину, дабы распявшие его уразумели из самых дел свое собственное безумие, для этого он покажет им самое обличение их безумия, но дабы тебе знать, что он принесет крест именно для того, чтобы обвинить их, послушай, как говорит о нем евангелист, тогда явится знамение Сына человеческого и восплачутся все племена земные, видя обвинителя и сознавая свой грех, и чему ты удивляешься, что он придет неся крест, он придет нося на себе даже и свои язвы, откуда известно, что он придет нося на себе язвы, послушай пророка, который говорит, и возряд на него, которого пронзили, как поступил он с помою, желая исправить неверие этого ученика, показал ему язвы гвоздиные, и самые раны и сказал, прострит перст твой, и коснись руки моей, и смотри, ибо дух плоти косей не имеет, дабы показать ему, что он истинно воскрес, так и тогда он принесет свои язвы и крест, дабы показать им, что он именно тот, которого растяли. это великое спасительное благо и ясное свидетельство человеколюбия Божия. 4.55 Впрочем, не только крест, но и самые слова, сказанные им на кресте, показывают его неизреченное человеколюбие. Выслушайте слова. Когда распявшие стояли вокруг его и подпылали яростью, тогда он сказал, отче, прости им этот грех, ибо не знают, что творят. Видишь ли человеколюбие владыки, будучи распят, он просил за распинающих, хотя они насмехались и поносили его, говоря, если ты сын Божий, сойди с креста, но потому он и не сошел со креста, что он есть сын Божий, так как для того он и пришел, чтобы быть распятым за нас. Да сойдет с креста, говорили они, и уверуем в него. Посмотри на слова бесстыдства и предлоги неверия. Он сделал дела важнее схождения со креста, и они не веровали, а теперь говорят сойди с креста и поверим тебе. Гораздо важнее схождения со креста воскресить мертвого, ко гробу которого привален камень. Гораздо важнее схождения со креста повезти из гроба четверодневного Лазаря с пеленами, которыми он был обвис. Видишь ли слова безумия, видишь ли чрезмерное неистовство, но слушайте со вниманием, прошу вас, дабы нам видеть чрезмерное человеколюбие Божие, и как Христос самым безумием их воспользовался, как поводом к прощению. Отче, сказал он, прости им этот грех, ибо не знают, что творят. Он как бы следующее выражает этими словами, они не в своем уме, и не знают, что делают. Они говорили, если ты сын Божий, спасись сам, а он старался спасти их, поносивших его, издевавшихся и злословивших. Прости им, говорит, этот грех, не знают, что творят, что же, отпустил ли им Бог этот грех, отпустил тем, которые захотели явить покаяние. Если бы он не просил им этого греха, то Павел не был бы апостолом. Если бы он не просил им этого греха, то не уверовал бы в него вдруг 3 тысячи, 5 тысячи, потом многое множество иудеев. Послушай, что говорит Иаков Павлу в Иерусалиме. Видишь, брат, какое множество иудеев, уверовавших. Деяние 21.20 Будем же ему, вещевая, вас подражать владыке и молиться за врагов. К чему вчера я убеждал вас, и теперь к этому опять убеждаю. Видя величие прекрасного деяния, подражайте своему владыке. Он был распят и молился за распинающих. Но как скажешь подражать владыке? Если захочешь, можешь. Если бы это было невозможно, то он не сказал бы, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Если бы невозможно было для человека подражать ему, то Павел не сказал бы, подражайте мне, как я Христу. Впрочем, если ты не желаешь подражать владыке, то подражай подобному тебе рабу. Говорю о Стефане, который первый открыл дверь мученичества. Он подражал владыке, потому что как владыка, вися на кресте среди распявших его, молился за распинателей, так и этот раб, находясь среди побивавших его камнями, когда все бросали, и он принимал на себя тучи камней, тогда, не обращая внимания на причиняемое им страдание, говорил, Господи, не вминием греха сего. Видишь, как сын беседует с отцом и как раб молится. Тот говорит, Отче, отпусти им грех сей, ибо не знает, что творят. А этот говорит, Господи, не вминием греха сего. И чтобы ты знал, что он делает это с усердием, он не просто молился, но небрежно и не стоя, но преклонив колено с сокрушением, с великим состраданием. Хочешь ли я покажу тебе и другого подобного тебе раба, еще более великого, который также произносил молитву за врагов? Послушай, что говорит блаженный Павел, сказав, сколько он потерпел именно, от юдеев пять раз было дано мне по сорок ударов без одного, трижды был побиваем, однажды камнями, три раза терпел кораблекрушение, исчислив ряд бедств и козни, которые он терпел от них ежедневно, он же говорит, молился бы я Христу и желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян. Хочешь ли видеть и других не только в новом, но и в ветхом завете, которые делали то же самое? Это особенно удивительно, когда те, кому не было повелено любить врагов, но исторгать око за око и зуб за зуб и мстить равным за равное достигали до высоты апостольской. Послушай, что говорит Моисей, в которого людей часто бросали камнями. Если не простишь им грехи, то и меня изгладь из книги жизни, в которой ты списал меня. Видишь ли, как каждый из праведников предпочитал безопасность других собственному спасению. Ты ни в чем не согрешил. Для чего же хочешь участвовать в их наказании? Я, говорит, не чувствую себя счастливым, когда другие страж ждут. Можно указать еще на другого, который произносил такую же молитву. Я нарочито привожу много примеров, чтобы, по крайней мере, таким образом мы исправили себя исторгию. исторгию из души, свою тяжкую болезнь, то есть зло желательства врагам. Послушай блаженного Давида. Что говорит он, когда Бог разгневался и послал ангела для наказания народа? Когда он видит ангела, показывал, что обнаженный меч готов нанести удар, я, пастырь, сотворил злость и овцы, что они сделали? Да будет рука твоя на мне и на доме отца моего. Видишь ли, опять родные прекрасные деяния? Хочешь ли я укажу тебе еще на другого, который делал то же? Самуил пророк был так оскорблен, презрен и унижен иудеями, что Бог хотел утешить его. Слушайте со вниманием, увещеваю вас. Бог сказал ему, они отвергли не тебя, но меня. Что же тот, которого уничижили, унизили, презрели, оскорбили? Послушай, что говорит он. Да греха, чтобы я перестал молиться о вас. Он считал грехом не молиться за врагов. Да не будет со мной говорить такого греха, чтобы не молиться за вас. Видишь ли, как каждый из праведников старался следовать владыке в этом прекрасном деянии. Итак, сделаем снова обозрение вышесказанного. Владыка говорит, отче, прости им этот грех, не знает, что творят. Стефан говорит, Господи, не вминим греха сего. Павел говорит, молился я, чтобы самому быть отлученным за братьев моих от Христа, родных моих по плоти. Моисей подобным же образом, если не простишь им грехи, то излать меня из книги, в которую ты вписал меня. Давыд говорит, да будет рука твоя на мне и на доме отца моего. Самоил так же, да не будет того греха, чтобы я перестал молиться о вас. Какое же мы будем иметь извинения, когда все, жившие в Новом Ветхом Завете, побуждают нас к молитве из-за врагов, а мы не будем стараться со всем чьянем исполнять это. Итак, не будем нерадивыми, ущевая вас. Чем больше примеров, тем больше будет наказания, если не станем подражать им. Гораздо важнее молиться за врагов, нежели за друзей. Не столько приносит нам пользу молитва за друзей, сколько молитва за врагов. Послушай Христа, который говорит, если любите любящих вас, то какая вам награда, не тоже ли делают и мытари? Посему, когда мы будем молиться за друзей, то мы еще не лучше мытарей. А если будем любить врагов и молиться за врагов, то будем подобными Богу по силам человеческим. Да будет подобно Отцу вашему, который на небесах, который солнцу повелевает сходить над злыми и добрыми и дождю падать на праведных и неправедных. Итак, если и от владыки, и от рабов мы имеем примеры, покажем ревность, станем исполнять эту добродетель, дабы нам удостоиться получить Царство Небесное и с большим дерзновением приступить к этой страшной трапезе, очистив свою совесть и достигнуть обетованных благ, благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, с Котором Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.